Все эти ребята твердо решили стать волонтерами. А еще раньше они связали свою судьбу с медициной и поступили в профильное учебное учреждение области. В Ивановском центре медицины катастроф проходит занятие в рамках региональной школы волонтера-медика. Студентов в медакадемии обучают оказанию первой помощи. Безусловно, в теории азы этого спасительного мероприятия знают все. А вот для практики нужны специальные манекены. Ребята у нас занимаются по общей программе оказания первой помощи пострадавшим. Это будет 24-часовая программа. Они пройдут этот курс, разработанный в соответствии с действующими нормативными документами Минздрава у нас. Будут уметь определять все те 8 состояний, при которых оказывается первая помощь. И, естественно, выполнять все 11 мероприятий, которые положено у нас выполнять по приказу Минздрава. Это и остановка кровотечения, и удаление народных тел, и проведение сердечно-легочной реанимации, и оказание помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, ожогах, отморожениях. В Ивановской области более 500 волонтеров-медиков. Каждый выбрал направление по душе. Кто-то помогает в лечебных учреждениях, другие занимаются санитарно-просветительской работой, сопровождением спортивно-массовых мероприятий, популяризацией здорового образа жизни. В рамках данного направления будут подготовлены около 30 волонтеров, которые будут работать в данном направлении, будут самостоятельно и совместно с Центром медицинных катастроф и другими медицинскими работниками приходить в образовательные учреждения, давать информацию о правилах оказания первой помощи, проводить мастер-классы, интерактивные занятия, а также ребята смогут принимать участие в сопровождении крупных спортивных и массовых мероприятий, которые проходят на территории региона, чтобы правильно уметь оказать, приблизить ту самую первую помощь к пострадавшим. Чтобы быть полезным, нужно научиться жертвовать своим личным временем и силами. Студенты рассматривают волонтерство как возможность выйти за пределы вуза, научиться общаться с людьми и начать помогать еще до получения диплома. Нас учат медицинскому языку, а когда ты начинаешь выходить на выезды, всякие акции, ты научишься разговаривать, как правильно объяснить человеку, что ему нужно сделать или не нужно сделать. Вот и, не знаю, я люблю помогать. И поэтому я была очень рада, что есть вообще такие движения именно в меди, чтобы можно было свои знания использовать не только на работе, пока еще не работаешь, а вот уже начиная, уже когда учишься. 28 октября Ивановская область принимает первый международный форум волонтеров-медиков. Еще в феврале этого года о мероприятии сообщил Станислав Воскресенский на встрече с добровольцами. Теперь сверяют часы. Международный форум волонтеров-медиков, я надеюсь, напитаетесь знаниями, энергией, и всегда тоже представите, что это полезное мероприятие для нашей области. В целом, я уже говорил, здравоохранение – это наш приоритет. Там ситуация плохая, я уже об этом несколько раз говорил. Но в том числе благодаря вашей поддержке, я думаю, что мы ее поправим. Пробелы в системе волонтеры уже начали поправлять. Например, Вероника Петрова, координатор добровольческой группы «Добродент», рассказала о проекте стоматологической помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. В силу своих психических и физических возможностей не могут терпеть и ждать врача. Им не посвящается должное внимание со стороны докторов на приеме в силу ограниченного времени, ни в поликлиниках, ни в частных кабинетах. Поэтому лечение таких людей ограничивается наркозом. И это большая проблема, которой мы стали заниматься. И в этом году мы написали проект на федеральный грант для того, чтобы открыть пункт хотя бы гигиенической профессиональной помощи таким детям. Среди наших волонтеров есть в России гигиенисты, которые получили должное образование и сертификаты. Поэтому они готовы бесплатно эту помощь оказывать. Мы ждем результатов этого гранта. Международный форум волонтеров-медиков – мероприятие масштабное. Участниками станут более 500 добровольцев из России и 45 зарубежных стран. Среди участников форума будут студенты-медики, волонтеры, представители общественных организаций, молодые врачи. Кроме того, организаторы форума, которые являются Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Министерство здравоохранения, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке правительства Ивановской области, также пригласили экспертов из числа Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения, зарубежных и российских медицинских вузов, а также заслуженных врачей. В рамках форума состоится обсуждение вопросов развития добровольчества, современной медицины, ну и в целом охраны здоровья населения. Также будут представлены лучшие практики волонтерских движений в сфере медицины, ну и обмен опытом среди участников форума. От Ивановской области участниками форума станут 5 человек, более 40 займутся организаторской работой. Основные мероприятия пройдут в музейно-выставочном центре, зале «Авангард» и кардиополиклиники. Форум продлится до 1 ноября.